МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИЯ ПЕДЁРКА АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас продолжается серия товарищеских игр. Ну, не просто товарищеских, а супертоварищеских. Потому что вот сегодня, например, старые-старые соперники у нас здесь в студии. Слева от меня, вот над красными шарфиками в своей замечательной форме, люди из лицея МЧС. АПЛОДИСМЕНТЫ Капитан у них Александр Севрук, а работает с ними в лицее Руслан Дедков, товарищ майор. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа, справа команда девятой школы, Ксения Борович. Капитан, вот в чем прикол вот этой встречи, именно вот лицеисты против девятой школы? Дело в том, что эти две команды, они у нас, как бы это сказать поточнее, непременные финалисты брейн-ринга за безопасность, которые проводит областное управление МЧС. Уже несколько лет эти две команды обязательно в финальные пульки у нас играют. И вот когда лицей победит, когда девятая школа, вот последний раз, когда рубились после Дня спасателя, после 19 января, победила девятая школа. Вот замечательные девочки, Ксения Боровича привела их к победе. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, естественно, получили они призы от областного управления МЧС. Ну а мы получим в конце игры сувениры от телерадиокомпании «Гомель», которые мы за поддержку, за съемки и за всегдашнее к нам участие сердечно благодарим вместе с областполкомом, который, собственно, финансирует нашу игру. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, хватит слов. Команды готовы. Начинаем блеф-игру нашу, замечательную «Донетку». Александр, кто у вас самый быстрый и самый интуитивный в команде? Пойдет Алексей Гуренович. Саша, а правда, что у вас в команде три Алексея? Правда. Правда. Это да. Вот это уже вывел пять очков на «Донетке». Ксения, кто? На вопросы по этой теме будет отвечать Зайцева Дарья. Вперед, ребята! Вперед! Ваша цель – выжать кнопку и сказать «да» или «нет», потому что я иногда буду говорить правду, иногда буду бессовестно врать. Итак, верите ли вы, что спички детям не игрушка? Прошу? Да, верю. Конечно, спички детям не игрушка. Нельзя давать спички детям. Играем. Верите ли вы, что во время пожара в подъезде нужно как можно быстрее воспользоваться лифтом? Прошу? Нет, не верю. Правильно. Запрещено пользоваться лифтом во время пожара. Вот уже 10 очков наколотил игрок команды лицея. Верите ли вы, что при обморожении нужно растирать лицо снегом? Фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. Дарья, у вас есть шанс ответить спокойно? Нет. Конечно, нет. Вы мало того, что не поможете кровообращению, вы еще и лицо повредите кристаллами снежными. Отлично. Верите ли вы, что желтый цвет льда – это сигнал, что он ненадежен? Дарья? Да. Да, конечно. Ни в коем случае на желтый лед, но и вообще лучше на лед без взрослых не ходить. Играем. Верите ли вы, что во время ливня лучше не пользоваться подземными переходами? Да, верю. Великолепно. Редко у нас бывает, чтобы полностью все пять вопросов были отстрелены и отстрелены правильно. 15-10. Равная игра. Лицей чуть впереди. Начинаем дуэль игру. Поехали. Итак, лице МЧС против девятой школы. Товарищеский бой. Дуэль игра. Ну, было бы скучно для зрителей, в том числе, все время про безопасность, безопасность, безопасность. Так что две будут профессиональные темы в дуэль игре, а три будут на общее развитие. Ведь наши будущие спасатели, офицеры, люди всесторонне развитые. Ну, а женщина обязана поддержать любой разговор. Будьте внимательны, сейчас у вас будет пять секунд на то, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Итак, первый бой. Азбука безопасности. Второй бой. Чрезвычайные ситуации. Знай свою страну. Это о нашей Беларуси. Точные науки. И пятый бой. Красная книга. У вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали. Я пойду на точную. Азбука. Пять секунд. Истекли очень быстро. Так, по-военному, по-спасательски. Решили все лицеисты. Девчонки тоже так быстренько перешептались, перешушукались. Отлично. Начинаем. Азбука безопасности. Александр, кто у вас знаток азов безопасности? Пойду я. Великолепно. Ну, капитан, самое трудное на себя. Ксения у вас? Дарья. Дарья, это ваш второй и последний выход. У нас, по нашим правилам, больше двух раз к стойке не ходит. Итак, Александр против Дарьи. Вперед. Удачи вам, ребята. Первое действие при возгорании электроприбора это... Фальстарт Даша. Очень строг наш электронный судья. Саша, у вас есть шанс? Обесточить его. Конечно. Отключить сети. Пять очков вы заработали. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы избежать лесных пожаров, лучше не делать этого в теплую, а особенно в ветреную погоду. Дарья. Не курить, не разжигать костры. Абсолютно точный профессиональный ответ. Дальше. Эта сказка служит иллюстрацией азмучного правила. Не открывать двери незнакомцам. Волк и семеро козлят. Абсолютно точный ответ. Отлично. Не открывайте незнакомцам. А то ваша мать пришла молочка, принесла я из горгаза, а за спиной монтировка и мешок для вашего добра. Нет, незнакомцам ни в коем случае не открывайте. Играем. Чтобы сократить до минимума вероятность укуса ядовитой змеей, нужно считать ядовитой... Да? Любую змею. Абсолютно точно. Лучше перестраховаться. Оставленные в транспорте портфели, свертки, игрушки, сумки и другие бесхозные предметы. А вот что с ними нельзя делать? Да? Подходить к ним, трогать их, выносить. Ну а тем более открывать, не дай бог. Великолепно. Итак, чуть-чуть увеличился разы. В 30-20 лицей впереди. Следующий мой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, чрезвычайные ситуации. Александр, кто у вас не боится никаких чрезвычайных ситуаций, потому что к любой из них готов? Сергей Сидоркин. Отлично, Сергей, готовьтесь. Синяя. Рути Лизавета. Хорошо. Итак, Сергей против Лизы. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 101, либо... Да? 112, это да. АПЛОДИСМЕНТЫ Землетрясение, оползни, цунами, лесные пожары, наводнения. Какого характера чрезвычайной ситуации? Да? Природного. Блеск. АПЛОДИСМЕНТЫ Это органическое вещество чаще упоминается, когда говорят о подземных пожарах. Да? Торф. Да, горят, горят, болото, горит торф. Прекрасно. Собрать разлившуюся ртуть, если у вас нет никаких других средств, можно при помощи бумаги и хлебного мякиша. Главное, чтобы в стеклянную банку, и главное, чтобы у вас были они. Перчатки. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. Играем. Ну и последний раз. Такой чай нужно давать пострадавшему от теплового удара. Хорошо. Теплый. 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 Сладкий. Поправьте девушку. Я считаю холодный. Холодный, конечно. Тепловой удар, холодный чай. И только так. 50-25. Лицей наращивает. Преимущество следующего. АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Самый простой вопрос. Эти самосвалы выпускаются в замечательном городе Жодино. Фальстарт у вас, Алексей. О, Ксении шанс ответить. Ам. Ам. МАЗы. МАЗы. Не-е-е. А вы хотели ответить? КАМАЗ. КАМАЗ. Ой, лучше бы я не спрашивал. КАМАЗ это КАМСКИЙ автозавод. Это Тольятти, это Россия. А у нас БЕЛАЗы. Белорусский автомобильный завод. Примерно треть рынка большегрузных самосвалов держат. Молодцы. Когда в Москве 10 утра в Минске? Да. 10 утра. Конечно, у нас одинаковое время с Россией. Играем. Государственная власть в Белоруссии? Осуществляется на основе разделения ее на три составляющие. Законодательную, исполнительную, а какая третья? Прошу. Судебная. Блеск. Отличная. Около 70% населения нашей страны сосредоточено... А где? Да. Восточной части Беларуси. Восточной части Беларуси. Да нет, не согласен с вами. Примерно 50% там в восточной части. Прошу вас. Центральной части Беларуси. Центральной части. А на самом деле в городах, это городское население, сельского населения у нас немного. Страна урбанизированная. Играем. Ну и последний такой патриотический вопрос. А вот что больше? Греция или Беларусь? Больше фальстарт. Ксения? Беларусь. Беларусь. То есть в Греции еще не катит. Конечно, 207 тысяч квадратных километров, это вам не баран начихал, как говорили в одном кино. Да, отлично. Наша страна больше многих европейских стран. АПЛОДИСМЕНТЫ Капитан, капитан школьниц, Ксения Бородич, сократил разрыв 35-55. Следующий бой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лучше всего в этой теме разбирается Зайцева Елизавета. Отлично. Итак, вперед, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Так называется сторона треугольника, которая лежит напротив прямого угла. БИК. Прошу. Гипотенуза. Гипотенуза. Что за вопрос? Детский. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Тело легко меняет форму и объем. А в каком состоянии оно находится? БИК. В жидком. В жидком. Спасибо, Господь. Прошу. Три. Газообразным. Газообразным, конечно же. Ребят, покажите мне такую жидкость, которая по своей прихоти так резко меняла объем. То есть бутылки, опа, пол-литра, потом смотришь, 200 грамм. А что такое? А жидкость сама поменяла объем, да и все. Не, жидкость, сколько налили, столько лежит. Играем. Так называется явление сохранения скорости движения при отсутствии внешних воздействий. Да. Равномерное прямолинейное движение. Не, ну, равномерное прямолинейное. При нем скорость сохраняется при отсутствии внешних воздействий. Инерция. Инерция абсолютно правильная. Вот к силу приложили силу, оно двигается, двигается равномерно, прямолинейно. А потом уже по инерции. Играем. Атомы одного элемента с несколько отличающейся массой называются так. Опа. Это изотопы. Один элемент, но немножко другая масса, это уже изотоп. Играем. В устройстве этого прибора, который каждый из вас держал в определенном месте, используется свойство расширения жидкостей при нагревании. Опа. Термометр. Браво. И после точных наук, после точных наук, 60-50, чуть-чуть подбираются девочки к лицеистам. Следующий бой. Играем. Итак, красная книга. Ну, умных лицеистов МЧС нельзя записать в красную книгу, им там нечего делать, это не редкость абсолютно. Как и замечательных девчонок из девятой школы. Но все-таки биологию надо знать. Кто у нас разбирается в братьях наших меньших? Саша. Алексей Пикус. Алексей Пикус. А в команде девятой школы? Анжела Писарева. Итак, Алексей против Анжелы. Вперед! Итак, поехали. Красная книга. Красную книгу, как ни странно, открывает черный список. А что в нем? Прошу. Животные, которые вымерли. Вымершие виды. Браво! Ну, как же без котиков. А в красной книге Белоруссии только один хищник семейства кошачьих. А именно... Рысь. Рысь, это правильный ответ. Причем не просто какая там рысь, а рысь европейская. Все-таки европейская страна мы. И рысь у нас соответствующая. А белый аист, кстати, там есть? Анжела. Да. Да. Понятно. Нету. Нету белого аиста. Любят его, ценят, не убивают. Глобальное потепление, тают полярные льды. И сокращается область обитания этого хищника. Да. Белый медведь. Абсолютно точная. Грозный соперник Алексей Пикус. Несмотря на недавние успехи в восточных единоборствах, она в международной красной книге. Мультик смотрели «Кунг-фу панда». Панда. Вот панда. Поздно, поздно. Я уже стал показывать. Я уже вылитая панда, такая толстая. О-хо-хо. Итак, что у нас после красной книги? 80-50. Алексей Пикус великолепно отыграл. Так что лицей может приветствовать его аплодисментами. Стрельнейший мой раз. Тест игра. Тест игра у нас с вариантами. А, Б, С. Ну, вот как централизованное тестирование, только еще круче. Потому что кнопка и потому что правильный ответ стоит 10 очков. Тема тест игры «Гордимся, что научили». Кто может гордиться, Александр, вас, что его научили, наконец-то, правильной безопасности? Алексей Пикус. О-о-о, Алексей. А я думал, вы бросите его на решающий бой. Ксения. Зайцева и Лизавета. Хорошо. Итак, Алексей против Лизы. Вперед! Лиза, отомстите за Анжелу. Итак, у нас вопрос и три варианта ответа. Внимание. Но, опять-таки, правила фальстарта никто не отменял. Как правильно вызвать спасателей, если случился пожар? А. Сообщить о пожаре по телефону 911, назвать номер своего мобильного и сказать, что горит. Б. Сообщить о пожаре по телефону 102, назвать имя, номер мильного телефона мамы. Позвонить по телефону 101 или 112, сообщить адрес, что горит, свою фамилию и телефон. Варианты. Да? В. Вообще-то у нас А, Б, С. С. С, конечно. 101 или 102, адрес, фамилия, четко, что горит. Ну и потом уже действовать по обстоятельствам. Итак, 10 очков заработала наша Елизавета. Играем. Правила безопасного купания. А. Под присмотром взрослых и не заплывать за буйки. Б. В любом водоеме группой больше 10 человек. С. Если не уверен в своих силах, то на надувном матрасе. Прошу. А. А. Конечно, только под присмотром взрослых. Никаких матрасов, что вы. Если загорелось от непогашенной спички мусорное ведро, нужно А. Выбросить мусорное ведро в окно. Б. Вызвать спасателей и газовую службу по телефону 104. И. С. Не паниковать, залить ведро водой и проветрить квартиру. Да. С. Да, это абсолютно правильное поведение. При возгорании не паниковать. А. Самое главное залить водой и проветрить, чтобы не задохнуться. А. Продолжаем. А. Если заблудился в лесу, нужно А. Вырыть землянку и наесться до отвала грибов. Б. Звать на помощь идти вдоль линии электропередач. С. Залезть на самое высокое дерево и привязать к верхушке свой носовой платок. Б. Прошу. Б. Б, конечно, звать на помощь. Идти вдоль дорог, вдоль просек, вдоль линии электропередач. Идти на звук какой-то хозяйственной деятельности, на шум машин и так далее. И пятый, последний образ. Правила безопасного поведения на льду. А. Быстро пробежать по льду, пока он не треснул. А. Б. Дети и подростки вообще не должны выходить на лед. И. С. Прежде чем выйти на лед, проверьте его на прочность топанием ноги. Б. Прошу. Б. Да. Дети и подростки лучше на лед не выходить. Ну, со взрослыми тоже не стоит. Лучше не рисковать. Итак, счет 110-70. Алексей Пикус блистает. Лицей впереди. Следующий бой. Ну что ж, слайд-игра у нас самая любимая игра. Игра с картинками, раз без букв сегодня будет. На экране будет чрезвычайная ситуация. Вам нужно будет ее назвать. Готовы опознавать, Александр? Готов опознавать у нас Алексей Федоров. Алексей Федоров, один из Алексеев. Ксения. Ручь Елизавета. Итак, Алексей против Лизы. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, не надо кнопку сжать. Итак, один из трех Алексеев против одной из двух Елизавет. Мы начинаем с выигрывающей пока стороны. Правильно ответствует 15 очков. Смотрим на экран, говорим в микрофон. Начинаем с вас. Если кто-то ошибется, я обращусь к вам, естественно. Итак, Алексей, прошу. Первый слайд. Чрезвычайная ситуация природного характера. Цунами. Это не цунами. Прошу вас. Лиза. Наводнение. Да нет, не наводнение. Это тайфун или циклон. Большое волнеет. Цунами выглядит немножко не так. Видите, просто о, волнолом разбивается огромная волна. Никто ничего не взял. Лиза, шанс у вас. Прошу. Лесной пожар. Лесной пожар. 15 очков. Великолепно. Алексей, играем с вами. Наводнение. Наводнение. Это правильный ответ. Заливало Европу этим летом в последние годы. Прошу вас. Взрыв атомного блока. Ну да, ну а как после этого что у нас? Радиационное загрязнение. Да, радиационное загрязнение, радиационная опасность. Браво. Великолепно. Мы с вами профессионально поговорили. Алексей, ваш шанс. Прошу. Извержение вулкана. Великолепный ответ. У меня вопрос-то простой. Лиза. Эпидемия какой-то болезни. Великолепно. Ну вот конкретно это фотографии, репортажные с лихорадки Эбола в Африке. Блеск. Браво. Прошу. Сильная засуха. Сильная засуха, да, недостаток воды. Очень серьезная, чрезвычайная ситуация. Лиза. Паразиты, насекомые, которые урожай. Великолепно. Вот саранча перед вами. Да. Нашествие насекомых паразитов прямо по учебнику. Отлично. Леша. Загрязнение природных экосистем. Ну понятно, что загрязнение. А конкретнее? Увы, прошу. Загрязнение природы бытовыми отходами. Ой, ребятушки, все это правильно, конечно. Ну вот, загрязнее это загрязнением. Ну вот, данный конкретный случай, это тоже техногенная, человеческая, чрезвычайная ситуация, знакомая многим. Это переполнение свалок. Вот это перед вами свалка. Она переполнена. Когда она в своих границах держится, это хорошо. Вот когда она переполняется, это уже дальше идет загрязнение экосистем бытовыми отходами. И это правильный ответ. Еще один слайд. Лиза. Смог. Кто? Смог. Ну... Да, смог, конечно. Смог это дым, чад и так далее, и так далее. Промышленный дым, смешанный с туманом. Смог. Вы абсолютно правы. Вы тоже смогли. И ваш соперник смог. 155-145. Разрыв минимальный. Риск игра. Риск игра. Самая сложная, самая нервная, самая, наверное, страшная из наших игр. Потому что правильный ответ плюс 20. Но и ваша ошибка выметает из багажа, из копинки команды 20 очков. Промолчишь, ничего не заработаешь, но ничего и не потеряешь. Саша, кто у вас самый мощный, самый сильный игрок, самый бесстрашный, которому не страшна даже наша риск игра? Пойду я. Ксения Борович, я так очень сильно опасаюсь, что у нас сейчас будет капитанская игра. Вы правы. Итак, Александр Севрук против Ксении Борович. Капитанская игра. Вперед. Азбука безопасности. Вы помните, что у нас темы совпадают с темами дуэль игры. По одному вопросу на каждую тему. Азбука безопасности. В этом мультсериале есть отдельный цикл. Он так и называется. Азбука безопасности. Мультсериал. Хороший такой смешной российский мультсериал. Да, ой, какие там няшки, правда? Спасибо. Итак, внимание, этот мультсериал – зал. Смешарики. Смешарики, конечно. Играем. Чрезвычайная ситуация. Это предупреждение объявляют в стране при угрозе сильного ветра. Прошу. Штормовое предупреждение. Браво, Александр. Плюс 20. Знай свою страну. Около 700 километров разделяют Минск и эту европейскую столицу. Опасаются. А на самом деле это наш город по братьям. Столица нашего могучего восточного соседа России. Это Москва. Играем. Точные руки. Именно столько сторон имеет выпуклый многоугольник, каждый угол которого равен 90 градусов. Да. Четыре. Это квадрат, конечно же. Или прямоугольник. И заканчиваем. Красная книга. Лев, тигр, леопард. Сколько из этих трех видов в красной книге? Ни одного. Минус 20. Ксения, вы можете не отвечать, а можете эффектным ударом завершить игру. Итак, лев, тигр, леопард. Сколько из этих трех видов в красной книге? Два. На самом деле, все три, все эти хищники, они угрожаемы, они все в красной книге. И тем не менее, победа лице МЧС. Итак, лицей МЧС одержал победу в товарищеской игре с школой номер 9, с командой Ксении Борович. Браво, ребята! Спасибо! Эрудит пятерка. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! Продолжение следует...